Модель поставляется в такой упаковке заводской. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Правильное название модели это Freelander PD10 Exynos и GPS. Особенностью данной модели является то, что у этого планшета есть спутниковый GPS, полноценный спутниковый GPS, который отлично, кстати, работает. В комплекте у нас есть зарядное устройство, адаптированное под наши розетки. Идет USB кабель для подключения компьютера, идут наушники, а также производитель влаживает всем вот такой вот OTG кабель. Давайте посмотрим на внешний вид планшета. Сделан он у нас из качественного пластика. Пластик глянцевый. Спереди экран покрыт стеклом. На передней панели у нас есть одна механическая кнопка. Сенсорных кнопок у нас в этой модели нет. То есть тут их нет. Сбоку у нас есть кнопка включения и качелька громкости. Сверху идет камера, вспышка, динамик. Логотип Freelander. И снизу у нас панель управления, скажем так. Зарядка, mini HDMI, слот под карточку памяти, разъем под наушники, USB, mini USB и микрофон. Давайте посмотрим наш планшет, что он из себя представляет, насколько быстрый, качественный и хорошо он работает. Что нам производитель предлагает за эту цену. Кстати, продается эта модель сейчас 1600 гривен из наличия в Украине. Значит, начнем обзор с Antutu. Давайте посмотрим, сколько планшет набирает. 13785 баллов. Это, в принципе, хороший показатель для этой модели. То есть, можно сделать вывод, что планшет не боится никаких игр, никаких широкоформатных Full HD фильмов. Со всеми мультимедийными задачами он будет справляться на ура. Давайте посмотрим его технические характеристики. Мы видим, что разрешение экрана 1280 на 800. Мы видим, что графический ускоритель у нас Mali-400. Всеми любимый, всеми знаемый. Оперативной памяти у нас 2 ГБ. 16 ГИК у нас встроенной памяти. И есть у нас две камеры. Задняя камера на 2 Мп, а передняя на 0.3. Прошивка у нас от версии Android 4.04. Давайте посмотрим, какими датчиками обладает наш планшет. Значит, в планшете есть полноценный спутниковый GPS. Тест GPS мы проведем чуточку позже. Также обращаю ваше внимание на то, что у планшета есть Bluetooth. Через Bluetooth вы сможете подключать к своему гаджету клавиатуры, мышки, флешки. Все, что вам захочется. Из игровых датчиков у планшета ничего нет. Я имею в виду гироскопа у него нет. Акселерометр, само собой, полноценный. Есть и отлично работает. Экран у нас очень яркий, очень добротно сделан. На этом разрешении всегда 7-дюймовые модели смотрятся очень миниатюрно. Значки все очень маленькие. Прошивка у нас в данной модели полностью русскоязычная. Нет никаких китайских программок. Вот единственная сверху, слева, вправо. Но я думаю, она нам особо мешать не будет. С завода мы их не прошиваем, потому что прошивка довольно-таки хорошая. Не было замечено в процессе работы ни отпадания Wi-Fi, ни каких-то глюков, зависаний, выключений самопроизвольных планшетов. Поэтому пользуемся и радуемся. Вот мы видим, что у нас есть Wi-Fi, Bluetooth в данной модели. Планшет отлично справляется с многочисленными программами, с любыми современными играми. Все ему под силу, с легкостью воспроизводит видео в YouTube. Давайте это посмотрим. Что у нас тут первое. Динамик. Сейчас услышим. Довольно-таки громко. Удобно пользоваться интернетом на данной модели. Для удобства, конечно же, можно несколько увеличить отображение всех иконок, чтобы удобно было попадать. Потому что разрешения маловато для такого экрана. В Google заходим. У нас все максимально быстро открывается. Работает мультитач. Прогружаются сайты. Flash Player у нас предустановлен. Вот видите рекламку от Flash Player. Через Flash Player точнее. Ну и все у нас прогружается. Можно вот в такой ориентации работать с текстом. Текст, кстати, вот очень удобно читать. У нас открыт, скажем так, такой формат. Даже вот в такой ориентации, с таким размером экрана и шрифта, можно свободно, легко его читать. По яркости у нас планшет, в принципе, можно выставить на минимальную яркость. Вот такой вот он практически, что сразу ничего у нас еще и не видно. Экономичный режим, скажем так. Выставляем заново, чтобы было все красиво и хорошо. Продолжение следует... Так, как я уже говорил, у планшета есть... Две камеры, фронтальная для скайпа, для связи, для 3G-связи через модемы. Задняя на 2 Мп у нас. Давайте посмотрим, как она снимает, как она работает. Камера. Ну вот, примерно вот такое вот качество съемки. Не могу сказать, что хорошо, не могу сказать, что плохо. Средний, нормальный уровень, как у китайского планшета. Камера. iantonная Mal. На ней. Не надо". Не York. Очистить. South. А детская. Осна. Рис. Понимаете компетент. Так. А я очистить. Посчитать... Экономически. Особенно. Чист plane. Я вам быстро. Я люблю. А вот. В целом, подведем итог Что мы имеем за 1600 гривен Модель классная 7 дюймовый, компактный, удобный Довольно-таки громкий Есть две камеры Обладает мощнейшим 4-х ядерным процессором 2 гигабайтами оперативной памяти Готов служить верой и правдой Не только для игр, фильмов Или серфинга в интернете Но и сослужит хорошую службу Водителю в дороге Благодаря тому, что есть спутниковый GPS GPS ловит отлично Мы тестировали Держит на дороге Показывает отлично путь Ничего нигде не отваливается То есть, на данный момент Из 7 дюймовых моделей Наверное, Freelander PD10 Xenos GPS Является одним из лучших Если не просто лучшим Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok